Что за грибы сейчас у вас? Расскажите. Ничего я вам не скажу. Идите другим. Стихийный рынок на Третьей Дачной. У кого урожай с огорода, а у кого из леса. Да вот только те самые, другие, за грибами в наши места не ходят, а думают о прибытке. Хотя жизнь висит на нитке. Здрасте. Здрасте. Грибы снимаем или показали? 120. А что за грибы? Рыжик. А где собирали? Пазарный покупатель. Лопатина, знаете? Нет, какой. Это Пензенский. Я знаю, я знаю. Пензенский. У вас там с лихорадкой мышиной как? О, там нету лихорадки. Не боитесь ходить? Нету, нет. Сначала за путевкой, а потом и по лесам и рекам Саратовской области ринулись охотники. Как говорят в профильном комитете, весть из полей обушующей. Мышиной лихорадки не отбили охоту у любителей осенней дичи. У нас сезон открылся, получается, в эту субботу, 24 августа. Разрешение мы начали выдавать за две недели. С 12 августа приступили к выдаче. Ну, традиционно сходит такой сезон, у нас летний осень, он у нас затяжной. То есть основная масса охотников, как правило, как вот традиционная зайча, либо весенняя охота, столько людей нет. То есть он у нас, основная масса тоже будет получать разрешение. Сейчас получают в день по 50, по 100 разрешений. То есть сентябрь месяц будут получать, потому что кто-то любит в основном осень охотиться на утку. Но до открытия, до момента открытия, выдано уже было в районе 4000 разрешений. Сезон он в основном в большей степени связан именно с охотой на водоплавающую дичь. Именно охота на воде. Все это не риса. Именно не риса, да. Любителей шумной и бесшумной охоты в Роспотребнадзоре считают потенциальными жертвами геморрагической лихорадки. Как говорят специалисты ведомства, по Волжье всегда дает 95-97% заболеваемости по России. И сейчас готовятся к осеннему всплеску. По Волжскому региону прогнозируется достаточно напряженная ситуация по геморрагической лихорадке с почечным синдромом. Не исключение Саратовская область. Кто хотя бы один раз собирал грибы, понимает, что поиск грибов связан с поиском их на земле. А это значит определенная возгонка пыли, которая может быть, может сформироваться аэрозоль, который в том числе может быть контаминирован вирусом ГЛПС. Конечно, для грибников определенный риск существует. Охотники, это как правило же они охотятся все-таки в таких местах, которые достаточно заросшие, необрабатываемые, не в лесопарковом состоянии они стреляют в дичь. Тем временем, еще до начала повторной осенней вспышки лихорадки, Саратов до сих пор продолжает трясти от весенне-летнего обострения. На сегодняшний день в стационарах Саратовской области с подозрением на ГЛПС находится 161 человек. Всего с мая лабораторно-потребненных случаев ГЛПС 1511 случаи. Стоит подчеркнуть, что с мая госпитализация пациентов в стационарах снизилась в три раза. Вся медицинская помощь пациентам в стационарах оказывается в полном объеме. По нашим данным, именно в Саратове на больничной койке чаще всего оказывались жители улицы Лесная Республика. Это довольно плотно застроенная территория. Прямо от леса вереница таунхаусов переходит в многоэтажки. Как говорят эксперты, для распространения лихорадки нужно большое количество мышей, а их количество определяет корм и определенные удобства, коих на Лесной Республике достаточно. Наверху, там вот говорят, где ближе к лесу, там, у нас такого нет здесь вот внизу. Рост заболеваемости лихорадкой повысил интерес со стороны Следственного комитета. Бесконтрольное размножение переносчиков-возбудителя лихорадки привело к возбуждению уголовного дела. По итогам проведенной доследственной проверки, воспроизведено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающие ответственность за халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, повлекшие в существенное нарушение прав и законных интересов граждан. По версии следствия, в период времени с 2018 года по июль 2019 года должностные лица из числя сотрудников-исполнителей власти Саратовской области и органов местного самоправления города Саратова, на которых возложена обязанность по организации и проведению диротизационных мероприятий, направленных на профилактику геморрагической лихорадки с почечным синдромом, ненадлежащим образом исполняли свои обязанности, что повлекло заболеваемость значительного числа жителей города Саратова и Саратовской области геморрагической лихорадкой, а также смерть человека. В начале лета помощь по борьбе с мышиной лихорадкой Саратову оказывал федеральный центр. В регион командировали заведующего лабораторией проблем диротизации НИИ дезинфектологии Сергея Рябова. Местный след в этой инициативе не прослеживается. Направление специалист получил непосредственно от главы федерального Роспотребнадзора Анны Поповой. Ну, так как я там месяц сидел, а мне уже, в принципе, я в возрасте, да, поэтому, скорее всего, меня повторно решили не посылать, может быть. И обратились в студию эпидемиологии в Нижний Новгород. Я знаю, что они работали вот там. Они тоже специалисты хорошие, поэтому так что... Там обстановка была сложная, то есть неограниченно размножаются до какого-то предела, и когда исчерпываются ресурсы природы, они начинают погибать. Ну, есть инфекции, от которых грызуны погибают сами. Понимаете? А есть инфекции вот такие, как ГУПС, когда они являются хроническими. У них течет это в хронической форме. Они болеют там, но не погибают. Как говорят в местном Роспотребнадзоре, региональная и муниципальная власть не выполнила комплекс мероприятий в соответствии с постановлением правительства. Обязанность исполнять вот эти мероприятия, она определена не только санитарными правилами по ГУПС, она еще определена комплексным планом мероприятий, который разработан в Саратовской области и входит в составную частью постановления правительства Саратовской области о мерах по обеспечению санитарных благополучия на 2016-2020 годы. Ну, наверное, не могу я комментировать действия следственных органов и определять степень уноса того или иного. Сказать, что органы местного самоуправления не делают ничего, я тоже не могу. Естественно, что во время подъема такого заболеваемости просто нужен этот объем мероприятий пересмотреть оперативно. В свою очередь в мэрии лишь констатирует факт разработки плана проведения санитарно-противоэпидемиологических мероприятий по предупреждению заболеваний геморрагической лихорадкой. Весной этого года на эти цели было выделено 500 тысяч рублей, то есть по 100 тысяч на каждый район города. И этот план вроде бы выполнен, но в итоге мы имеем полторы тысячи заболевших по области, возбуждение уголовного дела, но пока без названных фигурантов, и торговцев грибами на рынке с философским подходом к опасной болезни. Голод и войну пережили, а мы шиную лихорадку тем более переживем.